Здравствуйте, вы на канале Netbox. Фио в последнее время выпускает плеера просто один за одним. И еще совсем недавно мы рассматривали с вами малыша М3К, когда нас уже добрался просто монстр М9, о котором я и хочу сегодня рассказать. Белая коробка уже знакома по последним плеерам. И самое главное, она достаточно жесткая, чтобы сохранить плеер от явных физических повреждений во время всевозможных транспортировок. Забота о целостности плеера проявляется и дальше. Плотный поролоновый фиксатор, в нем пакетик и уже в пакетике сам плеер в чехле. Это круто. На дне коробки находится кабель Type-C, аудиоадаптер, а также всевозможные инструкции и буклет. Чехол Bumper напоминает комплектный от X5 третьего поколения. Он такой же гладкий, в меру мягкий и не утолщает плеер. В руке же сам аппарат лежит просто прекрасно. Асимметричность в виде округлого левого бока не делает аппарат нелепым, а скорее придает индивидуальности. Металл приятный, все стыки подогнаны отлично и скрипеть здесь ну просто нечем. Стекло на экране закругленное, 2,5D. То есть при свайпах пальцы ни за что не цепляются и работать с экраном просто приятно. Колесо регулировки громкости заслуживает ну просто отдельного внимания. Во-первых, оно очень грамотно и красиво оформлено, а во-вторых, у него очень приятный ход. Само по себе колесо не прокручивается, но при этом и не нужно прикладывать какие-то излишние усилия. Над самим колесом находится кнопка включения, а под колесом клавиша play-pause и качелька регулировки громкости. В основе плеера замаскированный Android. Работает оболочка быстро, без притормаживаний и все это благодаря энергоэффективному процессору Exynos 7270. Самая на первый взгляд бесполезная, но прикольная фишка – подсвечивающийся логотип под экраном. Загорается он при включении плеера и воспроизведении музыки, а цвет будет зависеть от битрейта трека. Так чем это полезно? Если вы вдруг достали наушники, но при этом не выключили музыку, индикатор вам напомнит, что плеер работает и в самый нужный момент он может оказаться просто разряженным. В основании плеера совмещенное гнездо 3,5 мм. То есть оно является одновременно и выходом на наушники и линейным выходом. Рядом находится балансный выход и разъем Type-C. Ну и конечно же я не мог не привести сравнительные фото с X5 третьего поколения и более бюджетным M7, который относительно недавно, между прочим, был у нас на обзоре. За звук в плеере отвечает аж два ЦАПа, AK4490EN и два операционных усилителя OP1622, что в итоге дает очень интересный тандем, который действительно хорошо играет. Я не являюсь сторонником того, что обязательно наушники и плеер должны быть с одного производителя, но M9 это был первый плеер, на котором мне полностью понравились наушники FIO FH5. И даже на минимальной громкости сохраняется детальность, сохраняется разделение инструментов и более того, абсолютно нет какого-то фонового шума. В аппарат встроен Bluetooth версии 4.2, который без проблем работает со всеми современными кодеками APTX, APTX HD и LDAC. Из поддерживаемых форматов хотелось бы обратить внимание, само собой, на FLAC, аналог FLAC от Apple ALAC и DSD128. Всю свою медиатеку можно хранить на накопителе емкостью до 2000 гигабайт. Я не знаю, где вы их найдете, но, по крайней мере, он это поддерживает. Естественно, плеер работает в режиме USB ЦАПа, и на одном заряде он способен проработать до 10 часов, благодаря аккумулятору в 2300 мАч. Заряжается он приблизительно за 2 часа. В общем, плеер получился красивым, интересным, хорошо звучащим и навороченным, что, несомненно, радует. Если вы вдруг захотите приобрести его, то обращайтесь к официальному импортеру FIO VRB, все контакты будут там в описании. Вам спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, и до новых встреч!